Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Одинцовской детской поликлиники Евгений Гурович. А поговорим мы сегодня о сахарном диабете у детей. Здравствуйте, Евгений. Рада вас снова видеть в нашей студии. Все-таки, почему дети в последнее время так часто стали подвергаться этому заболеванию, и он выявляется даже у младенцев? С чем это связано? С чем связывают этот фактор именно эндокринологи? Фактор развития диабета – это многофакторное заболевание, которое приводит к отсутствию инсулина. Причины этого заболевания, в общем, до конца не изучены. Но ученые полагают, что большинство этих детей – это все-таки дети с какими-либо наследственными и наследственной предосположенностью к подобному заболеванию. То есть причина неизвестна. Факторов много. От экологии до патологии у женщины во время беременности. И говорить о точном факторе невозможно. А если все-таки в роду были случаи заболевания с сахарным диабетом, возможно, стоит родителям как-то более часто сдавать анализы, сдавать кровь на сахар? Вот что бы Вы порекомендовали именно тем родителям, чьи семьи входят в группу риска уже только по одному наследственному признаку? Если действительно в семье есть уже родственник или взрослый мужчина или женщина, больные диабетом первого типа, именно те, которые получают именно инсулин, то родители, будущие родители должны, конечно, очень внимательно относиться к своему собственному заболеванию. Более его компенсировать. То есть быть как можно в лучших уровнях сахарной крови во время беременности, мама, которая болеет диабетом, папа, который участвует в этом. И чем лучше будет компенсация, тем лучше будет уровень сахарной крови, тем риск возникновения диабета у их будущего ребенка, конечно, ниже. Но сказать, что мы полностью бережем ребенка от диабета, конечно, нет. Они должны сдавать сахар, крови с периодичностью раз в год, проверять уровень гормона, отвечающего за выброс инсулина, хотя бы раз в 5 лет. И тогда можно будет сказать, что в настоящее время диабета нет. Все-таки какие симптомы должны насторожить родителей, чтобы они незамедлительно обратились за помощью к специалистам и уже дальше проходили диагностику? Есть принятые международные признаки развития сахарного диабета у детей первого типа. Это частое питье, частое мочеиспускание и потеря массы тела при хорошем аппетите. Вот эти три признака, их называют классическими признаками развития сахарного диабета первого типа у детей. Но это говорит о том, что диабет уже развился. И спрогнозировать развитие диабета мы не можем. Мы можем только измерять сахар крови. Вот все-таки, если говорить о развитии сахарного диабета именно у взрослых, как-то здесь, наверное, ситуация все-таки легче, потому что взрослому человеку, взрослый человек быстрее обучается и быстрее научится считать хлебные единицы. А вот как обстоит дело с детьми? Ведь это целая проблема. Да, это проблема у детей. Если дети маленькие, как объяснить ребенку, что вот это есть нельзя, а можно только это и в таком количестве, и здесь нужно активность сократить, а заменить чем-то другим? Вот как родителям быть в этом случае? В этом случае еще в 1978 году в Германии была придумана школа сахарного диабета у детей. Она пришла в Россию, ее начали адаптировать к российским требованиям, к российским возможностям и начали обучать врачей-эндокринологов этой школе диабета. Школа диабета, она, в общем, стандартная. Обучаются как взрослые, так и дети. Сложность в первую очередь у детей младшего дошкольного возраста, потому что объяснить ребенку, что ему нельзя, что ему можно и что ему нельзя, очень сложно. И в основном школу диабета проходят, конечно, родители. В этой школе объясняется подробно, как нужно считать пресловутые хлебные единицы, как перерасчитывать количество углеводов, как подсчитывать количество введенного инсулина. У подростков, детей после 10 лет, они должны делать все самостоятельно, все считать. И с ними, увы, достаточно тяжело, потому что они восприничены вот этому социуму, общению постоянным со своими сверстниками. И они не все запоминают, не все соблюдают так, как надо. Увы, достаточно очень много именно подростков имеют декомпенсированный диабет, поступают из стационара, в реанимацию, и, увы, с этим сделать очень сложно. А что значит декомпенсированный диабет? Это значит, что ребенок находится на очень высоких сахарах, и это приводит к, должно приводить к экстренным медицинским мероприятиям. То есть, вот отклонение в ту или иную сторону, чем чревато для ребенка? Значит, отклонение в высокий уровень сахарной крови чревато очень сложными осложнениями сахарного диабета. Это так как это и нарушение функции почек, нарушение функции глаз, нарушение функции нервной системы, нервной проводимости ног, рук. А если сахара не хватает? Если сахара не хватает, возникает так называемая гипогликемия, то есть, снижение уровня сахарной крови, и это влияет на функцию мозга ребенка. То есть, опасность и в том и в другом случае чревата потери жизни. Ну, то есть, в первую очередь, семьи, которые столкнулись с такой проблемой, они не просто должны обращаться в помощь специалистов, они должны в обязательном порядке пройти школу сахарного диабета для детей. Причем, как взрослые, так и дети. Это, наверное, ну... Они проходят ее вместе, когда они находятся в стационаре и ребенок... И становятся уже образом жизни. Да, диабет еще давным-давно... Диабет – это не заболевание, а образ жизни. И эта фраза, эта аксиома должна соблюдаться ими и соблюдается врачами, детскими эндокринологами постоянно. Евгений, а созданы ли какие-то приспособления в отношении младших именно школьников, которые страдают сахарным диабетом? Как они измеряют уровень сахара в крови, когда родителей нет рядом? Ну, например, они в детском саде находятся. В основном дети в детском саду, конечно, сами не измеряют, их постоянно измеряют родители. Я говорю о детей, в основном, которые ходят в первый класс. Нет, ну, все-таки, ну вот ребенок страдает с сахарным диабетом, он посещает детский сад, родители не могут с ним быть постоянно, круглосуточно, то есть он все-таки какую-то часть времени проводит там. Вот как в этом случае ему быть? Если ребенок обучен, он измеряет сахар крови индивидуальным методом измерения, глюкометром, и уровень сахара, который он видит, он должен рассчитать количество потребляемых углеводов, перевести их в хлебные единицы и сделать инсулин. Но в практике это не происходит. Дети в садике контролируются родителями полностью, 100%. Ребенок приходит, и все измеряет мама. То есть в саду есть множество недостатков для детей с сахарным диабетом. Какие? Это питание в первую очередь. Маме очень сложно рассчитать количество углеводов, потребляемых ребенком в детском саду. То есть по большому счету у таких детей должен быть отдельный сад? Да, такое понятие есть. Есть даже отдельный детский сад. Но, увы, он один, и не у нас, а в Москве. И это только индивидуальная программа, индивидуальное питание, которое, увы, невозможно выполнить в каждом детском саду. Я радую всегда за то, чтобы ребенок ходил в детский сад, и дети ходят в детский сад. Но они контролируются родителями полностью. Одно дело – питание, а другое дело – это активность. Сегодня такое огромное количество разнообразных секций, кружков, студий. Вот как в отношении быть и детям, и родителям, дети которых страдают с сахарным диабетом? Как делать с лишним нагрузками? Дети должны ходить, заниматься спортом. Это необходимо для их общего развития, физического развития. Но дети же должны понимать, что при физических нагрузках, и родители это понимают, обязательно уровень сахара будет понижаться. И предвидя это, они должны рассчитывать уровень сахара, рассчитывать, что они должны, как они должны его поднять, чтобы уровень сахара не снизился. То есть, получается, всегда должен быть в наличии какой-то стратегический запас еды. Он всегда у них есть. Да, у них всегда есть что-то такое, что может быстро скомпенсировать, то есть, быстро убрать низкий сахар. То есть, по большому счету, если все правильно, а главное вовремя, первое – обратиться к специалистам, второе – научиться жить, дружить с сахарным диабетом, то, по большому счету, ничем жизнь обычного ребенка от ребенка, страдающего с сахарным диабетом, отличаться не будет. Не будет. Абсолютно. Дети с диабетом не должны быть разными по отношению к другими. Они также ходят в школу, они также ходят в сад, они такие же дети, как и все. Вы не можете их увидеть среди своих сверстников. Они ничем не отличаются друг от друга. Сейчас, конечно, пошли дети, пошли дополнительные методы коррекции. Это инсулиновая помпа, это метод введения инсулина, который позволяет ребенку не иметь подкожных инъекций и не уходить, и не стесняться этого. Но более ничего. Ну, то есть, все-таки в этом отношении развивается медицина и делается все для того, чтобы и детям, и взрослым было максимально комфортно. Ну, и общество, наверное, тоже должно как-то поддерживать и быть более толерантным в этом отношении. Во всех городах, и в нашем том числе, есть школа, есть общество с сахарным диабетом у детей. И оно помогает и должно помогать всем родителям, если что необходимо им для своего ведения этого заболевания. Какие вопросы чаще всего задают родители на ваших занятиях? В основном задают вопросы касаемо, как рассчитать ту или иную пищу. Чтобы ее рассчитать, ее нужно взвесить. Для этого должны быть обязательно весы. Существуют даже сейчас весы, которые перерасчитывают количество углеводов в хлебные единицы. Если вы покупаете продукт, читайте на этикетке, там все написано. Сколько граммов углеводов в 100 граммах продукта. Поэтому родители должны читать. Поэтому все, что родители сами испекут, сами сделают, они должны рассчитывать. Только так они смогут правильно сделать укол инсулина. И не будет никаких последствий. В какие дни проходят занятия в вашей школе и как можно в нее записаться? Как ее можно посещать? Это проходит индивидуально. Увы, диабет. Дети и родители с диабетом знают прекрасно, что я работаю в детской поликлинике. Они должны подойти ко мне. И мы с ними обязательно обсудим, когда они могут подойти. Минимальное количество занятий какое? Это курс в течение шести занятий, в котором будет рассматривано от определения сахарного диабета до осложнений. И том, как даже путешествовать с этим заболеванием в другие страны. Ну, в общем-то, ни в чем себе не отказывают. Ни в чем себе не отказывают. Вы обещаете научить. Но, наверное, прежде всего родители должны обратиться к своему педиатру. Да, конечно. Который уже записывает на прием к эндокринологу. Да, даже могут и не обращаться к педиатру. Дети с диабетом, они прекрасно знают, что всегда я им помогаю. Нет, ну мы все-таки сегодня говорим о тех, кто впервые столкнулся с этим заболеванием. У меня такой ребенок вчера был. Понять маршрутизацию таких пациентов. Это долгий курс, это долгое время. И родители готовы... Я готов с ними обсуждать это очень долго. Это вне, может быть, вне работы. Это вне приема. И мы определяем, разбираем каждые моменты. Их заболевание в настоящий момент. То есть это связано, как впервые выявлено только заболевшая девочка недавно была. И я в течение более часа, мы с ней разговаривали, я пошагово объяснял, что и как надо сделать, чтобы первую неделю мама была уверена в том, что она все делает правильно. Что бы вы пожелали вашим маленьким пациентам и их родителям, которые столкнулись с такой проблемой, как сахарный диабет? Я бы пожелал бы, чтобы они не опускали руки. Диабет – это не заболевание, это образ жизни. И это не значит, что ребенок будет каким-то не таким. Главное – правильно с этим заболеванием дружить и работать. А все остальное доктор подскажет. Рассчитываем хлеб на единицы, следим за своим питанием, за активностью и, в общем-то, ни в чем себе не отказываем. Спасибо, Евгений. Я думаю, что сегодня мы ответили на многие вопросы наших телезрителей. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова